К другим темам. Зайцев не возим. Под такой эгидой работает транспорт Верхневолжья. Синие автобусы вышли на линию впервые почти три года назад. И за это время система пассажирских перевозок совершенствовалась и развивалась. В том числе, особые меры предпринимались в борьбе со злостными безбилетниками. Так, теперь их будут штрафовать минимум на 2500. Подробнее о системе санкций против безбилетников расскажем в следующем материале. За три года синие автобусы перевезли более 215 миллионов пассажиров. С тех пор система совершенствовалась, внедрялись новые современные методы оплаты проезда, ужесточился и контроль за безбилетниками. В 2022 году в закон Тверской области об административных правонарушениях были внесены изменения в раздел, затрагивающий сферу пассажирских перевозок. Так теперь определена ответственность граждан за неуплату проезда и назначены должностные лица, которые будут составлять протокол о правонарушении. В структуре государственного казенного учреждения организатор перевозок сформирован отдел административной практики. Работаем совместно с контролерами транспортной Верхневолжья. Специалист отдела административной практики реализует этот закон. Он имеет право выписать постановление об административной ответственности за безбилетный проезд. То есть при выявлении наложить штраф, теперь это 2500 рублей. Инспекторы вышли на линию с 15 ноября прошлого года. Они проводят систематические рейды. Места для проверок выбирает искусственный интеллект. Он анализирует ряд данных и вычисляет горячие места, куда в определенные часы наведываются инспекторы. Узнать их несложно. Каждый инспектор имеет при себе, при работе на линии, имеет при себе служебное удостоверение. Мы работаем в форменной одежде. Наши транспортные средства оборудованы камерами видеонаблюдения. Нам будет намного проще установить факт поведения и вообще действий наших сотрудников или пассажиров. На инспектора можно и пожаловаться, но нужно помнить, что все происходит под зорким оком камер. А если пойманный Зайц в течение двух месяцев не оплатит штраф, то вступают в силу уже санкции федерального закона. А еще судебные приставы, которые тоже подключаются к делу. Таким образом, сумма санкций может увеличиться и до 7500 рублей. Оплатить штраф можно на сайте госуслуг в разделе «Штрафы». А нужно ли вообще наказывать безбилетников? Что думают на этот счет сами пассажиры? Нужно. Почему? Обнаглели. И самое главное, что родители учат своих детей ездить бесплатно. 2500 – достаточный штраф? Ну, можно поменьше. За все надо платить. Это достаточный штраф, чтобы человека научить как-то, чтобы он сделал выводы какие-то. Больше уже будет много, а меньше – они этого не оценят. Ну, а почему-то мы пенсионеры должны платить, а они не будут платить. Считаю, нет. Почему? Ну, они когда холодные. Они же тоже хотят проехать. Нет, у них нет денег. Должны ездить по правилам. С агрессивными пассажирами, которые окажут сопротивление, попытаются скрыть данные, будут беседовать уже с привлечением полицейских. А вот несовершеннолетних штрафовать нельзя. Но родители и учебное учреждение в известность поставят, проведут беседы. На подростков с 16 до 18 лет составят протокол и отправят на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Совершенно очевидно, что стоимость проезда в 27 рублей несопоставима с несколькими тысячами штрафа, множеством последующих хлопот и подмоченной репутацией. Кроме того, не грех вспомнить лозунг еще с советских времен, в котором утверждалось, что личная совесть – лучший контролер. Продолжение следует...